Генеральная уборка. Отцы-основатели имеют все основания обратиться в суд. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. 34-я годовщина принятия Декларации независимости Армении ознаменовалась генеральной уборкой. Грязь прошедших после принятия этого генерального документа более 30 лет смыла одним нажатием кнопки. В этот день отцы-основатели созвали заседание под эгидой парламентского клуба «Верховный совет». Мудрыми, спокойными, уверенными словами они разнесли в пух и прах на носную реальность, которой уже 30 лет кормят армян, убеждая их в несостоятельности. Кое-кто назвал их заявления, возвращающие к реальности, фантазиями, хотелками, но это выглядело как жалкие попытки вновь закрыть всем глаза и не прерывать удовольствие от грязи. За несколько часов до заседания Никол Пашинян направил поэтическое послание по поводу Декларации независимости. Он попытался в очередной раз охмурить общество, заявив, что действительно только те пункты Декларации независимости, которые отражены в Конституции. Но его слова сразу же были опровергнуты теми, кто принимал Декларацию и исходящие из нее документы. Республика Арцах не может быть отмежевана от Республики Армения, поскольку в основе Декларации независимости лежит решение о воссоединении от 1 декабря 1989 года года, заявил секретарь специальной комиссии по делам Арцаха политолог Сурен Залян. Учредительный документ был принят совместно, поэтому нельзя отмежевать часть, я имею в виду Арцах, и тем самым пересмотреть этот документ. Кстати, Азербайджан понимает это лучше, чем сегодняшние власти, поэтому и уделяет этому документу столько внимания, заявил Залян. В период коммунистической диктатуры представительские органы РА и Арцаха 1 декабря 1989 года собрались на совместное заседание и объявили о Мияцуме. Об этом заявил лидер объединения «Национальное самоопределение» Паруэр Айрикян. Он добавил, арцахцы также приняли участие в последовавших затем общенациональных парламентских выборах. Потом, при руководстве АОТ, арцахцам воспретили участие в референдуме о независимости и последующих президентских выборах в Армении. Это выглядело как абсурд, приводилось множество оправданий, но факт в том, что те, кто пришел к власти на идеи Мияцума, сделали все, чтобы разрушить его. По мнению Айрикяна, Декларация независимости запустила процесс денонсации договора Ленина-Ататюрка. И упоминание геноцида в этом документе было просто констатацией истины международно признанной исторической реальности. Депутат Верховного Совета Ким Балаян напомнил, что 8 июля 1992 года Верховный Совет принял решение, в котором говорилось, что ни одно должностное лицо в Армении не вправе признавать Арцах частью другого государства. Сегодня мы видим, что должностное лицо Республики Армения, будь то премьер-министр или кто-то другой, признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Если бы мы жили в правовом государстве, как это предусмотрено первой статьей нашей Конституции, генеральный прокурор немедленно должен был бы возбудить дело по признакам, если не измены Родине, то хотя бы самоупраство, и привлечь его к ответственности», сказал Балаян. «Отцы-основатели имеют все основания для того, чтобы подать в суд армянский и международный, с требованием признать незаконными действия и армянского правительства, и иностранных государств, нарушающих фундамент армянского государства. Их авторитетному слову никто не может возразить, ибо они говорят о фундаменте, о том, что не может быть изменено. Тем более не может быть покрыто блевотиной, кровью, ложью. Потому что однажды грязь смоется, и армянские права откроются, как арарат, после рассеявшегося тумана. Они будут возвышаться над теми, у кого руки по локоть в крови, и кто без устали плюет людям в лицо, над теми, кто утирается и пытается оправдать плевки миром, обрекая на немир все новые и новые части своего народа и земли. Субтитры создавал DimaTorzok